Ученица Нижегородской гимназии Дарья Белоглазова с головой окунулась в изучение истории храма Христа Спасителя. Интересные факты и нужную информацию для своей исследовательской работы она собирала с июня прошлого года. В процессе подготовки работы Дарья открыла для себя имя известного художника-реставратора Василия Нестеренко. Настолько интересно в плане просматривания изменения эпохи самого храма и изменения эпохи в целом в живописи. На девятых серафимовских чтениях работало 18 секций научной работы, продукта литературного и исполнительского творчества оценивало порядка 50 экспертов. Поделиться своими открытиями с опытными историками, педагогами и представителями духовенства в наш город приехали школьники из Арзамаса, Бора, Держинска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода и Мордовии. Дарье Белоглазовой предстояло защищать работу одной из первых в своей секции. В храме Христа Спасителя оказывается очень яркая, впечатляющая история, потому что то его взрывали постоянно, то его решили заменить на какой-то там дворец имени Ленина в 1931 году. Детско-юношеские серафимовские чтения открывают ежегодные серафимовские дни в нашем городе. Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию посвящают одному из главных православных праздников – Рождеству и Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Господь вам всем в помощь! Никогда не ленитесь, трудитесь, радуйтесь жизни, благодарите Бога, родителей и наставников и молитесь о всех них. В ежегодной детско-юношеской конференции приняло участие 249 ребят. Наш город на серафимовских чтениях представляли ученики 11 школ, воспитанники 10 детских садов, Дворца детского творчества и воскресной школы храма Иова Многострадального. То, что вам сегодня предстоит сделать, это часть той жизненной работы, которую вам предстоит сделать в жизни. Впитывайте в себя все знания, которые вам пригодятся в жизни. По итогам чтения авторы лучших работ были награждены дипломами лауреатов первой, второй и третьей степени, а также дипломами зрительских симпатий и подарками от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...